Маршал Великой Отечественной войны Александр Василевский, уроженец Ивановской области, на своей малой родине незаслуженно забыт потомками. Вопрос об установке в областном центре памятника полководцу Победы стал краеугольным камнем на последнем заседании городской думы. Его просто не вынесли на повестку. Еще в начале марта, в конце февраля, и этот вопрос в нарушении регламента, как я понимаю, в нарушении моих прав, потому что внесенный проект должен рассмотреться не ранее 20 дней, не позднее 50 дней, этот проект так и не выносится на второе заседание, и мы тем самым просрочили все сроки для его рассмотрения. Мы считаем, мы сегодня изучили его, и сегодня считаем, что вопрос пока не готов. И поэтому, нравится это или нет депутату, я свою точку зрения выставил, у нас есть аппарат, и считаем, что целесообразно вынесли в следующую сумму. У нас сроки определенные от 20 до 50 дней, сроки мы выполняем. Намерение увековечить память маршала-победителя завершилось скандалом. Инициатору возведения мемориала пришлось покинуть заседание. Степень нарушения прав депутата достигла того, что, в общем-то, себя не уважать, если находиться, в частности, на рассмотрении вопроса, вот последний вопрос рассматривался, когда я, как инициатор законопроекта, по сути, должен был выступать докладчиком по отказу в принятии моего же законопроекта. Это абсурд, и в этом абсурде я участвовать не захотел. Перенос сроков рассмотрения вопроса, уверен депутат Плотников, инициирован тем, что городские власти в конечном счете намерены отвергнуть предложение и не хотят поднимать шума, особенно в преддверии Дня Победы. Именно перед 9 мая надо принять такое принципиальное решение, но, видать, именно этой датой и принятие столь непопулярного решения об отказе в установке памятника Василевскому плохо повлияет на имидж власти. И это решение об отказе, видимо, планируется перенести уже в то время, когда празднование 9 мая пройдет, и когда этот отказ может пройти незамеченным. На недавнем обсуждении этого вопроса с общественностью прозвучало предложение. Не тратить бюджетные деньги на еще один памятник, тогда как в Кинишме уже есть бюст полководцу. Однако бюст не памятник, а Кинишма не областной центр. Это понимали депутаты 20 лет назад. В 95-м году законодательное собрание Ивановской области приняло специальное постановление о вековечении памяти военачальника уроженцев Ивановской области. Тогда все-таки было принято решение, что полномасштабный памятник депутатами законодательного собрания, наверное, первого созыва, что полномасштабный памятник Василевскому нужен. Было принято решение обратиться в правительство федеральное. Но вы помните или не помните, в середине 90-х годов там вообще по сусегам поскребешь одни только мыши. С бюджетом, конечно, было плохо. А сейчас обстановка совершенно другая. С памятниками в Иванове вообще интересная ситуация. Александр Сергеевич Пушкин увековечен у нас безобразным камнем в центре города. На Площади Победы точная копия герба Москвы, выполненная в бронзе. А маршал Василевский – одна из центральных фигур в войне, о которой так много. И высокопарно, говорят чиновники ежегодно 9 мая, по их мнению, Стеллы недостоин. Городская дума мыслит местечковыми интересами, наша городская дума. У них самое главное – это построить, отвезти место для построить какому-то депутату по строительству одного около кинотеатра «Современник». Или какому-то другому депутату отвезти еще чего-то. Они мыслят только вот этими коммерческими, своими личными в основном коммерческими интересами. Там нет людей, которые просто знают русскую военную историю. Даже после праздника этот вопрос не будет закрыт. Николай Плотников уже направил запрос в областную думу, чтобы узнать, чем же завершилось тогда, 20 лет назад, намерение законодательного собрания. Если ответ будет, а мы уверены, что он будет такой отрицательного характера, то будем инициировать обращение уже или нас лично, или меня как депутат, депутатской группы, в правительство Российской Федерации, Министерство обороны, с тем, чтобы они все-таки приняли участие и содействовали принятие указанного решения. Если понадобятся, ивановские коммунисты даже готовы обратиться к своим единомышленникам в Китайскую Народную Республику, ведь там память маршала освободителя чтят, в отличие от его малой родины.